Николай Георгиевич Гарин-Михайловский Дневник во время войны Читает Евгений Бразов-Брышковский Ляуян, 26 июля Сегодня утром дверь отворяется, и входит мой старый знакомый, доктор Сергей Александрович Бруштейн. Вот где пришлось увидеться. — Земля кругла, — ответил я словами одного испанца, — техника, женатого на казачке, строившего дороги буквально во всех частях света. — Какое же общее впечатление от ваших всех скитаний? — спросил я тогда этого техника. Он пожал плечами и ответил. — Земля кругла. — Как вы попали сюда, в доктора? — Я-то? Было бы странно, если бы не попал. Я запасной. — Значит, 140 рублей в месяц. А расход? — Об этом не стоит говорить за бесполезностью. — А ваша клиника? — Закрыл, конечно, все. — После войны опять сначала? — Не знаю еще. — Вы где же? — Я здесь, в 13-м запасном госпитале. У нас только заразные. — Где же это? — Тут, в Леояне, за южными семафорами, где уже начинаются укрепления. — Хотите посмотреть? — Очень хочу. — Может быть, заедем и в Красный Крест? — Мне надо повидать Александра Ивановича Гучкова. — Это в противоположной стороне. — Тогда поедем сперва в Красный Крест? — Я там тоже еще не был. — А потом ко мне. — Я отчаян вас напою. — Легко сказать. — Поедем. В Леояне только три конных извозчика. Остальные все — рикши. Сергей Александрович по принципу на них не ездит. Идти пешком — грязно. Нашли, наконец, лошадей, и мы поехали. Конечно, самый поэтичный уголок в Леояне — усадьба Красного Креста. На возвышении еще издали видны рощи. Над ней мачта с орлами Красного Креста. Усадьба — бывшее помещение начальника железнодорожного отделения, выстроено в строго китайском стиле. Главный дом в саду спрятан за несколькими дворами. В каждый двор ведут высокие ворота с прихотливыми китайскими узорами. Помещение теперь увеличено, и за этим жильем построены бараки. Металлические, деревянные, смешанные из дерева и парусины. Всех помещений пока на пятьсот кроватей. Там дальше строятся еще новые. В металлических бараках очень жарко. Интересен барак, называемый цирком. На подобии цирка круглое здание из досок с парусинной конической крышей. Несмотря на большую скучность больных, 76 человек в сравнительно небольшом здании, несмотря на жаркий день, в бараке прохладный и прекрасный воздух, и свет свободно проникает через широкие, довольно низко устроенные окна. От главноуправляющего я слыхал, что здание это, предназначавшееся было для цирка, приобретено случайно. Но я думаю, ему, как временному бараку, принадлежит будущность. Благодаря неяркому свету и мух даже почти нет, этого бича здешних мест. В числе раненых один японец и один китаец. Они сидят в одной комнате. Окно открыто, у окна часовой. А китаец причем? Сигнальщиком был. Это плохо для него кончится? Очень плохо. Молодой японец смотрит угрюмо, а китаец, тоже молодой, в прекрасном настроении духа, о чем-то очень оживленно разговаривает и, вероятно, не предугадывает своей участи. У японца словарь, по которому он разговаривает. При нем же была карта и записная книжка, по которой и узнали, из какой он части. Слишком 200 больных после ночного дела 22 или 21 июля в отряде графа Келлера, помещенных в усадьбе Красного Креста, эвакуируются сегодня в Харбин. Богат Красный Крест. Запасы, склады, прекрасный белый хлеб, белье, кровати железные. Но дворянский отряд в Харбине производит впечатление еще более богатое. Александр Иванович в передовых отрядах, и мы едем назад. В Красном Кресте мы узнали об японце, получившем 11 штыковых ран, и заинтересованные, при каких условиях он получил их, поехали в 14-й запасный госпиталь, тем более, что он был по пути к 13-му. Помещениями 14-й госпиталь не уступит, пожалуй, Красному Кресту. Здания, отведенные под него, бывшие казармы пограничной стражи. Громадные, высокие комнаты в два света. Больные помещены просторно, могут лежать, ходить, читать, писать. Но место низкое, болотистое. В одной из палат мы нашли японцы. Тоже молодой, из северных провинций, стройный, нервный, то смотрит пытливо, иногда под впечатлением боли откидывает голову и закрывает глаза. Тогда сосед его, угрюмый бородач-солдат, утешает. Ну, бог милостив, поправишься. Еще раз тебя, бог даст, запыряем. Все смеются, японец вопросительно смотрит, а сосед ласково говорит ему. Вижу, глупый, ничего не понимаешь. На руке у японца браслетка и часы и компас. Как его ранили, рассказывают разно. Когда наша пехота бросалась на передовой пост, он успел спрятаться в кусты и стал стрелять. Тогда на него бросились и подняли на одиннадцать штыков. А другие говорят, что он и не стрелял. А раненых прикалывают японцы? Колют. К примеру, скажем так, два раненых, свой и чужой, а сила не берет. Своего возьмет, а того что же бросать? Так же пропадет, так хоть скорый конец. И со мной случалось такое дело. Неужели своего бросил бы? Видно, кому смерть, так смерть не объедешь. А то и в сердцах разойдется рука, и себя не помнишь. Весь остальной антураж госпиталя несравненно беднее Красного Креста. Но чистота безукоризненная. И разве только дворянский отряд в этом отношении выше. Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин Полное собрание сочинений Том 6 Петроград Издание Товарищества Маркс 1916 год Продолжение следует...